Вернемся к виброфону. Виброфон. У него есть педаль. Это большой плюс в том, что добавляет, конечно, краску, но и сложности добавляет. Есть определенная сложность демпфирования вот этих вот клавиш, которые я неоднократно видел, когда используют виброфон, либо как большие колокольчики, просто отжимая педаль, на нем... Кошмар, вот это вот все звучит, звучит, оно в уши лезет, и ничего не меняется. Педаль отжатка, это большие колокольчики. Либо как большой ксилофон просто термалирует, играет вот таким образом, не отжимая педаль. Но если он есть, то им надо пользоваться. И существуют такие приемы, помимо того, что... Мы играем, нажимаем педаль. Звук есть, отжимаем, звука нет. Есть еще такие моменты, когда нужно, чтобы какой-то аккорд звучал, но провести мелодию при этом. Как это сделать? Конечно же, при помощи демпфирования непосредственно молитвами. Допустим, мы играем и глушим клавишу палочкой. Существует три способа демпфирования клавиш с помощью молитвы. Первый способ. Что я делаю? Я беру звук, извлекаю. И в момент, когда я извлекаю следующий звук, эту палочку я прижимаю. Так можно сыграть любую гамму таким способом. Это один способ. Второй способ. Здесь я играю все время правой рукой, левой рукой глушу предыдущую клавишу. Ну и если нисходящее, соответственно... Правой глушу, левой рукой. Есть еще один прием, но честно скажу, я знаю о его существовании, но я им не пользуюсь. Но он есть. Где-то он может пригодиться. То есть тут я все играю одной рукой. И в момент, когда я беру следующий звук, но этот прием хорош только, когда клавиша рядом. Я молниеносно соскакиваю на предыдущий звук, вот такой способ. Ну вот, в принципе, три способа демпфирования клавиши с помощью молит. И четвертый способ с помощью педали. Этим мы пользуемся. Продолжение следует...